В эти выходные в Новочебоксарске прошла спартакиада среди женсоветов города химиков. За состязаниями наблюдали и мои коллеги. Они начинают новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. Подтянутые, энергичные и азартные участницы физкультурно-оздоровительной спартакиады среди женщин в очередной раз доказали, что тот, кто любит спорт, тот здоров и бодр. Впервые подобный спортивный праздник состоялся в Новочебоксарске пять лет назад. Тогда представительницы женсоветов города спутника выставили всего девять команд. В этом году их число увеличилось втрое. То, что сегодня увидел, меня поразило. Меня поразило то, что в Новочебоксарске, но я так понимаю, это во всей Чувашии, очень трепетное отношение к здоровому образу жизни. Когда я посмотрел, что женсовет Новочебоксарск организовал такое мероприятие, это не первый год, а уже шестой год, это уже системность проявляется. Все больше и больше людей увлекается в такую активную жизнь через спорт. И это только идет на пользу всем и лично человеку района, города, деревни, республики, целый мир России. Веселые старты, плавание, шахматы, шашки, настольный теннис, дартс, пионербол и ритмика. Набор дисциплин весомый. Каждая участница смогла проявить себя и получить заслуженную награду, как, например, Нина Терентьевна Степанова. В нашем коллективе такие замечательные девчата. Я хочу сказать большое спасибо моему коллективу. Вот это сегодняшнее поздравление, которое я получила, и ценный подарок от главы Чувашской республики, это их труд. Я просто, я считаю, что я просто организатор. Они воплощают мои, может быть, какие-то идеи. Я несу им в клуб, делюсь с ними. Они меня всегда во всем поддерживают. У нас и девиз такой – возраст прекрасный, душа молода. И мы не сдаемся нигде, никогда. И мы живем по этому девизу своему. И мы здесь действительно добиваемся своих поставленных задач. Такие физкультурно-оздоровительные спортакиады очень сплачивают уверенные организаторы праздника. Это помогает привлечь внимание к регулярным занятиям физкультуры и спортом женщин разных возрастов. Спортивные праздники, они и вдохновляют, и подбадривают. На этой основе воспитываются и дети, и внуки, и внучки. И то, что оригинальное отделение Совета Женщин Республики под эгидой Алифтины Николаевны, главные мамы города Новочепоксарска Натальи Григорьевны, собрались столько команд, я просто рад и счастлив, Егор. Будут победители, будут чемпионы, я в этом не сомневаюсь, я абсолютно уверен. Но за то, что они собрались, как сплоченная одна команда, они будут делать только добрые дела. Они будут побеждать все трудности, и город Новочепоксарс будет еще краше.